так коллеги добрый день добрый день сегодняшнее заседание интеллектуального клуба стратегической матрица посвященной теме которая совсем недавно стремительно ворвалась в повестку дня в докладе давоса еще предыдущего года было обозначено нарастание разного рода кибер угроз в прошлом году мы стали свидетелями как минимум двух серьезных кибер агрессии в отношении двух стран располагающихся на ближнем и среднем востоке но количество разного рода хакерских и прочих атак она уже по разным оценкам зашкаливает за не только сотни но и миллионы то есть пока мы будем сидеть в мире появится наверняка несколько миллионов новых вирусов всевозможных ну можно эту картину представить еще более ужасно но важно разобраться что здесь дезинформация что здесь сама реклама самих хакеров что есть реальная угроза и как это связано с развитием политических экономических очень глобальных процессов какие из этого есть приложение для нашей любимой иногда нелепой родины и соответственно мы пригласили сегодня выступить сообщением на эту тему с докладом кибер угрозы кибервойны в современном кризисном противоборстве здесь что ни слова то большой смысл противоборство она же кризисная в условиях кризиса и конечно же вся эта тематика кибер киберновации всевозможных елена сергей наларина пожалуйста я начну тогда с того что такое кибервойна у нас немножко спутаны два два понятия кибервойна информационная война и я сразу хотел как бы разделить эти понятия информационная война это воздействие при помощи определенного контента на умы человеческие на формирование каких-то взглядов мировоззрений на какие-то поведенческие паттерны при помощи именно контента то есть при помощи текстов аудио видео и тому подобное и значит истории кибер истории информационных войн она наверно считывает гораздо больший срок чем кибервойны и до интернетную эпоху это просто назывался агитацией пропаганта просто с развитием это с появлением с развитием с таким лавинообразным развитием интернета просто появились больше возможности больше их большие масштабы применения вот этих информационных войн и кибервойны это такое целенаправленное деструктивное воздействие информационного потока в виде программного кода на какие-либо физические объекты либо сети физические объекты от атомных электростанций и до там микрочипов вживленных там в тело человека или там скажем а кардиостимуляторов которые сейчас создаются с выходом в интернет то есть разрушение вот всего вот такое деструктивное воздействие либо перехват управления над какими-то объектами и сетями это как раз и кибервойна в цифровом пространстве но я буду наиболее выделил вот эти вот две группы так называемых цифровых войн история кибервойн она нету такого единообразного мнения когда вот был променен первый такой акт киберагрессии американцы называют 1982 год когда был произошел взрыв у нас в ссср на трубопроводе челябинск сургутурингой мы напрочь отрицаем этот факт что вообще таковой взрыв был американцы утверждают что был и это их рук дело в общем история такая темная европейцы считают началом первой киберагрессии это 2006 2008 год такой кибер акт против грузии против эстонии мы сами считаем это 2006 год применение кибер кибер оружия против ираном против по сирии если я не ошибаюсь так ну в общем на самом деле мне не разнятся но они как бы не это наверное не столь важно кибер войны отличаются просто от привычных нас нам войн просто в корне первое что отличает эти кибер войны это их анонимность практически на сегодняшний день невозможно отследить кто ведет какой-то кто произвел этот акт кибер агрессии в силу того что например вы можете видеть что там атака произведена с определенных айпи адресов принадлежащий там определенной стране с какой-то определенной территории на самом деле это все может быть абсолютно произведено с других из других мест там другим государством другой группой лиц там то есть анонимность на самом деле она если в обычной войне мы можем смотреть кто нам нападает на кого нападает то в данном случае то есть мы можем только отследить против кого произведен этот кибер акт второе это неопределенность начала военных действий в привычной нам войне сразу понятно что вот произведено какое-то физическое действие какое которое привязано к определенному времени что касается кибер войны то в начале какое-то программное обеспечение боевое программное обеспечение проникает в сеть какое-то время оно там находится и затем происходит сам вот акт вот сам кибер акт поэтому получается что фактическим началом военных действий это вот сама активация от этого вот вредоносного программного обеспечения как бы начала войны Это начало проникновения этого вредоносного софта в какую-то определенную сеть. Начало кибервойны тоже достаточно неопределенное. Следующее — это потенциальная бесследность. Сейчас существует очень много разновидностей софта, которые позволяют создать помехи для определения, а было ли вообще проникновение в какую-то сеть или в какую-то вещь или на какое-то высокотехнологичное роботизированное производство. То есть киберакт может быть произведен, и никаких концов, никаких признаков того, что это было, в принципе, можно не обнаружить. Вот настолько сейчас софт позволяет это все ликвидировать. Следующее — это сложность контроля кибервооружения со стороны международных органов. Нам доподлинно известно порядка 50 случаев перехвата расщепляющихся веществ для производства атомного оружия теми странами, которые не обладают им, или террористическими группировками. То, что касается... Эти все случаи были успешно пресечены, потому что сейчас очень хорошо обнаружить... Пресечены, пресечены? Да, сейчас очень хорошо можно обнаружить, собственно, трафик радиоактивных веществ, необходимых для производства оружия. А вот что касается производства кибервооружений, вот этих вот вредоносных программ, то фактически для того, чтобы их произвести, нужно высококвалифицировать специалисты и некоторая аппаратная часть. Аппаратная часть, она создается из достаточно стандартных блоков. То есть закупить их не представляется никакого труда, и отследить, для чего она будет использоваться тоже таким образом. И плюс, если для производства атомного оружия строятся специальные заводы, закупается специальное оборудование, то в силу того, что здесь нужна просто квалификация специалистов и некое программное обеспечение, на сегодняшний день доступно производство кибервооружений не только государствам, но и корпорациям, даже просто группам. Можно, есть, конечно, хакеры-одиночки, так называемые, но по большей части это такое вот хулиганство-балавство. То есть если пытаются что-то сломать, то вот ни с какой конкретной целью, как правило. А вот на самом деле хакерская группировка, которая работает на государство или на крупную корпорацию, это хорошо обученная, хорошо оснащенная, хорошо финансируемая группа. Она может быть не обязательно в одном месте, она может быть распределенной по любым точкам мира, но работает на одну цель. И еще одна особенность — это отсутствие международного регулирования. На сегодняшний день существует такая организация международная, которая называется ИКАН, которая как бы регулирует интернет, и у них есть такая концепция, такая парадигма «один мир, один интернет». И, соответственно, они не допускают права какого-либо государства вносить какие-то изменения в регулирование интернета, какие-то локальные, географические изменения, локальные, принимать какие-то правовые акты относительно регулирования интернета. И получается... А кибератаки, они осуществляются против какого-то определенного государства. И получается вот такая вот несостыковка вот этой парадигмы с тем, что происходит на самом деле. Ну вот это как особенности такие кибервойн. На сегодняшний день вот в условиях кризиса, в условиях такой вот турбулентности развития вообще всего мирового, всего мира, я считаю, что кибервойны, они в общем неизбежны, к сожалению. На сегодняшний день существует кроме тех вот сетей, о которых мы знаем, кроме тех вот там сайтов, вот привычно интернета существует и активно развивается интернет вещей. То есть все мы понимаем, что на сегодняшний день там существуют и холодильники, которые там пишут на e-mail своему хозяину, что там кончилось молоко, например. И существуют там эти кроссовки, которые там считают ваш пульс во время бега и там дают через наушник с советом увеличить темп или там уменьшить или остановиться достаточно. Собственно, существуют не только умные дома, существуют умные там районы, умные города. Собственно, если посмотреть любой крупный город, то вся система там светофоров, это все управляется единым человеком из центра, это все интернет, все лифты, это интернет, весь транспорт, метро, самолеты, поезда, это все управляется через интернет. Любые, я не знаю, системы водоочистки, система там, я не знаю, плотин, это все-все-все это интернет. На сегодняшний день IP-адреса, принадлежащие интернету вещей, насчитывают порядка 10 миллиардов уже, а в 2020 году их будет порядка 50 миллиардов, то есть это на сегодняшний день больше, чем IP-адресов, вот этих вот сайтов и прочего, и прочего, вот что в привычном нашем понимании интернет. Следующий фактор, который увеличивает вероятность кибервойн, это так называемый интернет людей. Сейчас уже, вот только в этом году в Америке продано 12 миллионов медицинских устройств, которые вживляются в тело человека, это может быть там искусственный сердечный клапан, который имеет доступ в интернет, это может быть там чип, который регулирует уровень сахара в крови, и прочие-прочие устройства. Развитие все больше, то есть лавинообразны, приборы становятся все дешевле, поэтому используются все больше и больше в нашей жизни, что также увеличивает, что также является фактором неизбежности кибервойн. Следующее, это вот как бы у каждого человека на сегодняшний день существует вот несколько девайсов, которые он использует в своей работе. Если раньше был, допустим, компьютер для работы, который выходил только во внутреннюю сеть, внутрикорпоративную сеть, то сейчас, собственно, люди используют различные девайсы и синхронизируют их для работы и во внутренней сети корпоративной, и во внешний интернет. Все связано со всем, получается. А защиты на сегодняшний день, мы с вами сами экономим на какой-то защите, или, может быть, даже не знаем, что есть антивирусные программы для телефонов, для планшетов, для всего. И, соответственно, если попадает только в один элемент вот этой вот нашей с вами внутренней сети, какой-то вредоносный элемент, он распространяется на все девайсы, и через них может попасть во внутрикорпоративную сеть, даже независимо от ее защищенности. Всегда есть какие-то уязвимости, которые нельзя отследить. Настолько вот все быстро и лавинообразно развивается. Есть у нас очень известный эксперт, компания, которая проводит аудит информационной безопасности различных компаний, и в частности вот утечки через сайты компаний, через закрытые системы. Так вот, он говорит, что, Андрей Масалович, за последние два года он не подписал ни одного аудита, что утечек нет и нет уязвимостей. Ни одного. Если там вот два года назад он говорил, два-четыре процента я подписываю, то сейчас уже все, ни одного за последние два года он такого аудита не подписал. Также еще фактором таким достаточно важным является развитие новых технологий, в том числе 3D-технологий, биотехнологий, которые все равно завязаны на интернет, которые все равно взаимосвязаны, и существует как раз увеличивается риск создания новых каких-то создания новых угроз в виде, например, кибербиотехнологий. То есть такие уже предпосылки есть. Кибервойну я бы назвала таким великим уравнителем. На самом деле наиболее опасны вот эти вот кибератаки для стран, которые наиболее развиты в технологическом плане, где наиболее развито применение интернета. Ну вот я уже приводила пример, что все завязано на интернет, там если необходимо создать транспортный коллапс, ну просто отключается система светофоров, ну и так далее. И если сравнить, например, с небольшой африканской деревушкой, то они никакую кибератаку просто и не почувствуют. Соответственно, чем выше уровень развития страны, тем больше рисков, тем больше угрозы для этой страны со стороны как раз вот кибератак. Хотела бы сказать несколько слов, из чего, собственно, что из себя представляет вот это кибероружие. В этом году лаборатория Касперского исследовала такую киберплатформу, которая используется для создания оружия, как раз, которая называется Flame. Эта платформа состоит примерно из 20 блоков. Каждый блок отвечает за какую-то свою функцию. Один блок ищет уязвимости в той системе или в том предмете, куда он хочет проникнуть. Второй блок отвечает за самопроникновение. Третий отвечает за маскировку своего присутствия в этой системе. Еще один блок отвечает за анализ, а, собственно, куда эта система проникла. Если эта система неинтересна, по каким-то параметрам, то программа самоуничтожается. Если интересно, то следующий блок отвечает за шпионаж, за то, что скачиваются определенные файлы. И, наконец, самый главный блок, это блок, который активируется для насильника и бюрудара, который, собственно, что-то ломает или перехватывает управление. Вот, и, собственно, есть еще один блок, который маскирует само пребывание вот этого вот вредоносного программного обеспечения в системе. То есть, если не нарушается вот эта вот система, связанная с интернетом, то впоследствии можно и не обнаружить, что таковое как бы нападение было. То есть, можно не обнаружить следов кибератаки. Такие программы может писать сейчас не только государство, как я уже говорила, могут создаваться они определенными группами людей, соответственно, определенные квалификации. Американцы утверждают, что у них самая такая развитая система кибербезопасности, при этом, например, у них проскакивают такие публикации, что в апреле этого года была публикация, что некто проник в систему система плотин, база плотин, которая ведется инженерным корпусом США, и это проникновение они обнаружили только спустя три месяца. При этом там содержалось данные по 79 тысячам плотин, в том числе там 8 тысяч наиболее значимых для Соединенных Штатов таких объектов, и в том числе там, кроме прочих данных, были системы уязвимостей, то есть каждой плотины. Человек, который там три месяца или группа хакеров, которая три месяца послась там, то есть она скачала всю эту информацию и фактически можно было, имея эту информацию, всю Америку затопить. Поэтому сказать, что именно там у них такая вот супербезопасность было бы неправильно. Или у них есть пример, когда поймали, арестовали хакера, который продавал доступ к суперкомпьютеру университета Бёркли. Этот суперкомпьютер входит в топ-500 суперкомпьютеров мировых, то есть там один из петофлопных мощных компьютеров, который мало того, что сам суперкомпьютер, он еще подключен к сети и Министерство энергетики США, а Министерство энергетики взаимодействует еще с сетью АНБ. Таким образом, вот один хакер проник вот в эту всю сеть и поймали его, собственно, так это и не было обнаружено до тех пор, пока другой хакер, который пошел на сделку со следствием, не сдал его и, собственно, поймали его на том, что он продавал в аренду доступ к этому суперкомпьютеру. Поэтому американцы, ну, немножко высокого о себе мнения, считается, что самая развитая киберармия это китайская армия. Мало того, что у них есть специальные киберподразделения в составе вооруженных сил, у них еще есть хакерская сеть, которая включает хакеров по всему миру, как правило, это представители китайской диаспоры в различных странах мира. Таким образом, Китай, отставая в вооружении, в обычном ядерном вооружении, он последнее, там, достаточно длительное время очень активно готовит хакеров, которые работают над кибероружием. Ну вот, наверное, в общих словах я так рассказала, что это такое. Спасибо. Мы сначала какие-то уточненькие вопросы, а потом перейдем к глянеру. Я думаю, что это соображение, да? Стоит остановиться отдельно на том вреде, который нанес Сноуден Соединенным Штатам, касаясь раскрытия тайны о реальных кибератаках, которые осуществлялись по указанию правительства Соединенных Штатов. Как бы вот из-за этого весь циркборд основной начался, когда он просто описал систему АНБ, и там даже назвал призму, это еще не все. А вот основной-то шум, который пытаются американцы прикрыть, это вот связано с теми, по-моему, 231. 231 атак, но это такой, это как бы санкционированные атаки. Да, вот именно. На самом деле, разведыватель атаки, вот эти вот кибератаки, внедрение кибер вот этих вредоносных программ создания определенных сетей в рамках просто вот разведывательной деятельности, оно никем не регламентируется. На самом деле, там выделяются огромные бюджеты, и отнюдь не 231 кибератака. А создается, значит, сейчас АНБ создает так называемые спящие сети. Вот они сказали, что уже 85 тысяч сетей сейчас заражено, и они их будут создавать все больше и больше и больше. Это так называемые спящие сети. То есть, в какой-то там момент икс, их кто-то активизирует, и мы можем, собственно, не знать, что у нас компьютер входит в эту сеть. Потому что, на самом деле, мы очень все относимся достаточно к безопасности компьютера очень так вот поверхностно. Все специалисты по информационной безопасности советуют, но меняйте пароли, не делайте пароли подбираемые, и все время публикуются вот самые применяемые пароли, там раз, два, три, четыре, пять, шесть, и там в обратную сторону. Там в десятках всегда публикуются. Я прошу прощения, вот я перебиваю. Но, работая с современными спартфонами, первое, что, допустим, вот, ходишь, если с андроидом, да, новые обновления. Первым делом, что, так сказать, для того, чтобы обновления прошли, нужно, так сказать, согласиться на определенные требования. Если ты не согласен... Я обычно не считаю до конца, да? Да. А эти определенные требования, это что? Это доступ ко всем данным, которые у тебя содержатся в этом... И не только в этом. Они синхронизированы со всеми гаджетами, которые у вас есть. То есть мы соглашаемся с заранее, мы соглашаемся. Далее. Допустим, мы поставили, так сказать, вот я поставил антивирус на смартфон, на планшет, на все остальное. Но кто разобрал... Для, так сказать, мобильных устройств на андроид, у нас вирусы, антивирусы в основном программы, это американские. Да, американцы, поскольку все вот эти антивирусные программы, эти компании, которые разрабатывают, их, они, естественно, взаимодействуют с американскими разведывателями, компаниями, естественно, у них есть соглашение о том, что оставляются, остаются некоторые дыры для... Программа на самом деле, так сказать, не препятствует доступ, так скажем, развитую структуру вот в эти сети. Да, не препятствует. Но кроме того, люди... Вот сейчас вот недавно проводилось, я прочитала обследование лаборатории Косверского совместно с Нортон Секьюрити, они сказали, что мы предполагаем, что 70% смартфонов сейчас заражены. Опять-таки, кто может определить заражен, не заражен? Не специалист этого определить не может. А заражены кем? Заражены сознательными? Может, они заражены производителями? Может быть и такое, но, скорее всего, производитель просто оставляет вот эти вот уязвимости, используя которые, можно войти. А уже входят, вот, и используют эти уязвимости уже те, кто в этом заинтересован. Наверное, другой доступ в интернет, он сразу на... Любой, любой, все, что число. Я думаю, что проблема может быть даже немножко глубже. Просто производитель не будет говорить, какой микросхемы, какой чип, это какой цель, и он туда поставил. Лучше не ввел. Естественно, разбираться туда никто не полезет, и нет таких специалистов, даже, которые разберет и скажут, что вот это лишнее здесь. промаркировать, соответствующую документацию прикрывающую выпустить, на этом все так значит. Да, я согласна с вами. Игорь, мы сейчас еще вопросы докладем, а потом мы перейдем, нужно сказать, на уточнение. Что-то, на уточнение. Значит, сейчас Россия идет по пути создания кибервойск. Идет такая подхандистская кампания, заявлено, что уже создается. Ну, любое, значит, любое создание некой структуры предполагает особое внимание к этой структуре со стороны потенциальных противников. И когда создается киберкомандование, то, естественно, на это киберкомандование, на конкретных людей, на их местоположение уделяет сразу основное внимание. Можно ли действовать привычными методами управленческими по созданию структур противодействия кибератакам? Или сама система противодействия, она совершенно должна иметь иной характер. И в силовых структурах, и вообще в структуре государственной власти, и в корпорациях. Вот, ну, то есть, как обычно идет, как по аналогии сослуживают по борьбе с организованной преступностью. что вот есть проблема, значит, надо восстановить ропы, вот туда лучше поставить, и они будут работать. Вот не будет уже так работать, в условии того, что уже вся оргпреступность тоже ушла, там, в половину их киберпространства. И вообще не будет, потому что это объект внимания. Все люди известны, к ним ищут подходы, семьи, декларации, место, собственность, все. То же самое и с киберкомандой. Поэтому я хотел уточнить, может, нашему руководству надо искать совершенно иные подходы к созданию кибервойств, а не так же, как вот, и к созданию вообще структур противодействия к киберпространству, и вообще в силовых структурах у государства. Ну, если рассматривать все-таки киберпространство единым, то, наверное, есть смысл посмотреть на опыт тех, кто уже создал вот эти кибервойска, исходить из этого. И плюс, я как бы считаю, что кибернаступательные, кибероборонительные вот меры, они должны быть объединены в рамках какого-то одного, ну, скажем, там, ведомства. Потому что я, общаясь с разработчиками, знаю, как разрабатывается, например, там, софт. То есть сидят две группы, одна разрабатывает, другая ломает. Вот те, кто, соответственно, когда что-то сломано, те снова начинают строить структуру, чтобы ее нельзя было вот сломать вот против тех ошибок, которые уже найдены. Поэтому кибероборона и кибернаступление, вот я считаю, что должно быть объединено где-то в рамках вот одной структуры. Я имею в виду несколько иное. Можно ли вообще объявлять, что создано, называть, или это должна быть сверхсекретная служба, которая должна такой иметь характер разбросанной, она не должна быть сконцентрирована в каком-то одном виде. Вот управление по борьбе с кибератаками, вот возглавляет Иванов Иван Иванович, вот его заместители, вот местоположение, вот у них машины. Это главный контрразведчик, вы знаете, вот так вот, можно ли в нынешних условиях действовать или не ли? Ну, какой-то антураж создать, я думаю, что можно и назначить кого-то ответственным, ответственным, что вот он отвечает формально и все вопросы к нему, а реально, конечно, никому ничего рассказывать не надо и что происходит, и что, на каком реальном уровне, я думаю, что смысла нету. К сожалению, часто вся эта работа носит именно не вид работы, а вид антуража. Имитация. Имитация создаваемая. Вы сказали, что это анонимный источник этой деятельности, да, разного кибератак и так далее. Есть ли какое-то понимание сейчас в мире, а что из себя представляет вот то сообщество, которое способно такие операции осуществлять? И там есть два уровня. Во-первых, люди антуража, которые не занимаются ни программированием, ни ломкой и так далее. И есть само сообщество, те, кто знает и спокойно может относиться к любому заказчику как к человеку в разной категории баранности такой, да? Вы знаете, вот то, что касается... У нас уже сложилось такое сообщество. Касающиеся вот нижнего уровня, о котором вы говорите, это такая сетевая структура, которая... Глобальная, международная. Да, это глобальная, международная, причем она строится по очень интересному принципу, такой стаи. То есть она фактически... Вот есть из которой там птицы уходят в сторону, кто-то примыкает, есть там какой-то некий костяк, который остается... Глобальные кочевники. Глобальные кочевники. Да, и их... Эта структура практически неуничтожима. И она... А вместе война между собой? Ну, я думаю, что... Кто-то кололся, скажем... Я думаю, что... Глобальная конкуренция всегда существует. Я думаю... В любой стае есть внутренние противоречия, поэтому... Стая летит, скажем, на зимове или на... Это... Вот... Это другая стая. Игорь в стае противоречия. Елена, так сказать, романтик, поэтому она... Стая птица. А для меня это стая крыльца. А в стае противоречия нет. За противоречия там абсолютно... Есть, есть, откалывается. Вот как только появляется противоречия, тогда он уничтожается. Сера шейка никакая не стая. Ну, я... Я с чисто коммерческой точки зрения борьба за заказом. Заказчик, она всегда есть. Ну, внутри видовую конкуренцию никто не снимал. Она самая жестокая, она гораздо более жестокая, чем межвидовая. Ну, это очевидно. У меня вопрос, вот знаете, какого рода возник? Может быть, есть смысл, если бы вы нам просветили вот эту тему. Бэкграунд Ассенжи. Откуда он взялся? Вообще-то, это австралийский хакер изначально. Изначально. Вот. Это человек, который создавал определенную структуру, дальше на него вышли просто какие-то уже международные люди, международные там политики или кто-то, стали сливать ему определенного рода информацию, которую он попубликует. Но изначально это австралийский хакер, который занимался этим много лет, который выстраивал вот эту структуру, которая сейчас существует, Викиликс, она очень хорошо отстроенная, там подобраны люди. Это своего рода Сесил Роудс новейшего времени. То есть он начинал как одиночка? Он начинал как одиночка. Как у нас телевизора, да? Ну, начинал с чего-то... Ну, да, где-то лет пять назад о нем была уже... Он был... Я не вспомню точно название книги, где он писал, он сам писал, вот как... позиционируя себя как хакер, там какое-то введение и там какую-то аннотацию как книги. То есть поэтому... Он себя позиционирует именно так, да? Ну, сейчас уже, наверное, нет. Сейчас уже как пленник там посольства. Как политик. И как политик, да, прежде всего, да. Так что это вся хорошо отстроенная армия. Вот я поэтому провожу аналогию, что это Сесил Роц новейшего времени, да? Что на наших глазах создается принципиально новая структура управления, которая, ну, сама по себе носит характер боевой структуры. Структура, ну, коль скоро она вообще ориентирована на разрушение, да, материальных объектов, тогда это военизированная структура. Просто по целеполаганию своему. Вот. И тогда мы имеем дело с совершенно новым феноменом. Вот если вы смотрите на кибервойны, здесь я с вами абсолютно согласна, тут надо просто разделить, там, зерна от клевел, да? Вот есть информационные войны, и мы не будем это обсуждать, это уже тема известная. Но если мы говорим о кибервойнах, тогда то, о чем вы говорите, ставят вопрос о принципиальном решении вопроса комбатанты и некомбатанты. Вообще возможно такое решение сегодня, в принципе? Бойцы, не бойцы, да. Вот слушайте, вот это... Простите, может быть, я чуть-чуть еще проясню. Если мы говорим там о международном военном праве, да, оно сформировалось по результатам Второй мировой войны. Это то международное право, которое уже умерло. И оно, да, имело внутри себя градации комбатанты-некомбатанты, агрессия, обороны, защита и так далее, да. Но сейчас мы говорим о совершенно принципиально новом типе воин, кибервойны. Вот что необходимо, чтобы разразилась Третья мировая война, чтобы мы создали новое международное военное право. И решили бы вопрос по результатам этой войны. Кто в этой войне комбатанты, кто не комбатанты. Где начинается война, где начинается агрессия и где она заканчивается. Над каким городом должно быть поднято Красное Знамя, чтобы мы посчитали эту войну завершенной. И Красное Знамя будет. Нет, ну, Таллиннская декларация уже, так сказать... Конечно, но Таллиннская декларация, я все-таки прошу прощения, Елена Сергеевна, я прошу, давайте вот вы ответите на этот вопрос, а потом мы вернемся к обсуждению Таллиннской декларации. Я думаю, что ни в коем случае не допустит никто такой вот глобальной кибервойны. На самом деле получается так, что корни вот этой организации, которая на сегодняшний день неким образом управляет интернетом, она уходит в Америку. В Америку. И все создающиеся вот вокруг вот этой вот ЭКОН организации, которые планируются, что они будут каким-то образом контролировать интернет, они все равно все уходят корнями вот в Штаты. Вот так получается. Елена Сергеевна, А в Штаты не уходят эти корни. Пока вот это просто территория, это порт приписки. И корректно используется. И корректно вообще говорить о Штатах, если мы совершенно с вами очевидно понимаем, что сейчас речь идет лишь отчасти о межгосударственном противоборстве. Лишь отчасти. Я хочу сказать, что это юридические, юридические компании, которые привязаны к территории Соединенных Штатов. А кто стоит вот уже за этими компаниями, какие транснациональные корпорации, но уже как бы концы их теряются. Но вот пока вот все, что можно отследить, оно идет просто конкретно на одну территорию, на территорию Соединенных Штатов. То есть фактически вся наша тематика, связанная с конспирологией, при киберобиджии, она усилие, значит, да, потому что самое главное, это субъекты, ведущие войну. Конечно, это главное определить, кто комбатанты. Мы понимаем, что вот технические средства, вот сетевые структуры, вот кадровая политика по подготовке хакеров, поисковых, вот игра, вот атака, вот меры защиты. А кто принимает решение? Нет, Ассанжи принимает. Ассанжи появился, но появился, он хотел оставить властелинный мир, но уже есть, как говорится, моторы помощнее, которые уже в этом пространстве. И они высматривают таких Ассанжев, Сноуденов и прочих, которых уже вовлекают, многих других, которых мы не знаем, может, никогда не узнаем, потому что кому-то еще не было смысла их раскрывать. Но речь идет о том, что вся наша, вот вся проблема кибервойны опять упирается в конспирологию. Как вот к ней не относиться, но никуда от этого не денешься. То есть, Марьян, тот вопрос, кто, вот страна приписки, а кто принимает? Вообще, что такое Америка? Мы же, мы разбираемся, что такое Америка. Что такое, что сейчас творится, это что, американский сенат решает? Мы же понимаем, что проблема дефолта решается. Конечно нет. Сидят группы ребят, которые в мировом пространстве играют на долларе, на евро, на иене, на... И у них есть порты приписки. Вот они там называются. Япония, США, на Афганск. Давайте еще три дня поиграем, вот еще триллион туда, еще триллион туда. Я хочу, я хочу... Это же не Америка играет. Я хочу услышать просто от вас. При таком понимании ситуации может ли вообще, в принципе, быть решен вопрос о комбатантах и некомбатантах? Я настаиваю просто на этом, потому что, как юрист, я понимаю, да, что никакие другие шаги не будут результативными, пока этот вопрос принципиально не будет решен. Ты сама только что сказала, что военное право в его традиционном варианте... Оно умерло, да. Умерло. Международное право в его традиционном варианте, оно умерло. То есть правовой системы, в которой... Есть интересованные субъекты, кто будет создавать новое международное право войны. Значит, вот в том докладе, который для клуба написали, да, из ГОСТа, там есть раздел международного. Моя позиция, моя позиция, деструктивная. Я считаю, что относительно кибератак, ну не может быть, это как бы... Одно отрицает другое. Вот кибероружие отрицает возможность создания каких-то международных правых норм. Елена Сергеевна считает, что все равно сетку надо создать, потому что... Потому что какая-то сетка правовая должна быть. Потому что если будет никакой сетки, то может вообще качнуться в любую сторону. Я говорю, что качнуться может в любом случае, какую бы мы сетку не создали. Третья мировая кибервойна уже идет, потому что мы... Да, строго говоря, мы уже не знаем. Мы не контролируем свою нефть, мы не контролируем свой газ, американцы не контролируют ФРС, никто... Уже никто ничего не контролирует. Поэтому кто... Реально, да, никто ничего не контролирует. Я ставлю подтверждение тезис, который Елена Сергеевна выдавала о том, что никто не допустит начала кибервойны. И не АСН же контролирует, потому что АСН же это никто. Они сидят, один в Эквадоре, один в Шереметьево, кто они такие? Кто не допустит начала новой кибервойны? Елена Сергеевна... Кто не допустит? Нам предлагают... Те же, кто и сегодня... начало кибервойны. Нет, те, кто сегодня играет с американским дефолтом. Те же люди абсолютно. А почему они ее не допустят? Послушайте, есть идеальный что? Да? И кибервойна, это как раз идеальный что? Система управления, она действует... управление сознанием, управлением всем, она действует только в строго динамично развивающейся среде. Как только идут вот такие турбулентные потоки в разные стороны, то система становится неуправляемой. Поэтому людям нужна, тем, кто стоит за всем всем всем, им нужна управляемая система, которая движется строго в одном направлении. Поэтому я считаю, что именно кибервойны не будет допущена. Именно для того, чтобы не потерять вот этот элемент управления. В дополнение к тому, что, так сказать, сказал. Есть один очень важный элемент, который мы почему-то, так сказать, не допускаем. Понимаете, вот уровень анализа на уровне, так сказать, великих людей, которые сидят и триллионы раскладывают, так сказать, или решают... Громад. Да, замечательный уровень анализа. А потом сдают фирмы. Потрясающий. Кто-то не воспользовался этим. Потрясающий. уровень анализа. Но с другой стороны, обратите внимание, вот есть элементарная вещь. Упругость социальной среды. Упругость. Да. Которая показывает, что, так сказать, от терминальных последствий, от терминальных последствий, социальная среда защищается. Причем... И не всегда успешно. Как социоприводный организм. Обожди. И далеко не всегда успешно. Обожди. Пока, пока успешно. Пока успешно. Более того, основные терминальные, так сказать, как бы элементы типа ОМП и прочих веселых вещей, они все-таки, все-таки на данный момент дезактивированы. То же самое касается и кибервойны. Кибервойна дойдет до терминального уровня и будет заблокирована. Заблокирована не, так сказать, отдельными субъектами. Вот надо понимать, что в данном случае, если мы рассуждаем, нужно рассуждать на мета-уровне. А мета-уровне предполагает не уровень отдельной личности, не уровень отдельных групп, а уровень именно мета-субъектов, как, так сказать, крупных социальных объектов, в том числе, так сказать, и социума в целом. Социум в целом защищает царь. Социум пал жертвой инфорум войны. Социум пал жертвой. Вот это просто факт. Если для тебя это факт, все остальное тогда не имеет значения. Да, поэтому я только жду начала горячей фазы. Ну, уже сказано, она идет. Горячей фазы. А, горячей фазы. Это отдельная, так сказать, Можно еще, вот я хотела бы вернуться к таллиннскому руководству. Два слова о таллиннском руководстве. В общем, это не законодательный акт. Это частное мнение группы экспертов НАТО. Да, это некий, носит методический или учебный характер. Да, но тем не менее, на него идут постоянно ссылки, как на некий прецедентный документ. Потому что это единственный акт. Да, да. Но в нем сказано, что вот, пожалуйста, мы можем использовать кибератаку как прецедент. Сейчас еще новый тип документов. Я недавно Елена Сергеевна посылал международному правилу компиляционные документы. Серега, берут проблему и говорят, мы не будем писать документ новый, надо согласовывать. Мы делаем компиляцию из действующих международных правил. Как реально, вот сейчас у нас обсуждается на уровне ООНовские, стоят и Европы, там, американские, юго-восточные, оттуда нарезается, и состояется компиляционный документ. Вот по киберпространству вполне возможно и такое развитие событий. Я его слепила из того, что было. Из того, что было. Я его слепила из того, что было. Вот так оно и есть. У меня для обсуждения вот такого рода вопрос. Поскольку мы там с Евгением Алексеевичем ну, как бы, просто имеем чуть-чуть другой взгляд на проблему, специфичный, соглашаясь, в принципе, с вами по существу, что речь идет именно о кибербойдах. Вот в контексте кибервойны, как феномена, скажем, уже проявившегося объективно, но малоисследованного, ну, что тут, да? На уровне технических решений кибервойны исследуются. Концептуально нет. Это вот то, о чем вы говорите. Недостаток, ну, скажем, концептуального осмысления на уровне, да, и мета-субъекта в том числе. Мы, пожалуй, больше смотрим в сторону кибердиверсий, потому что проявились в объективной действительности те факты, которые могут быть классифицированы как кибердиверсии. Вот в этом смысле как раз я полагаю, что мы сейчас дадим друг другу клятву, что мы не будем произносить таких глупостей, что терроризм это крайняя форма экстремизма. Вот в данном контексте мы должны просто забожиться, что мы не будем этого произносить. И если мы с вами рассматриваем кибервойну как цепь, взаимосвязанную цепь актов, то это будут акты кибердиверсии все-таки. По крайней мере, события последних лет, когда эти акты были проявлены, они нам указывают на то, что это именно кибердиверсии. Вот не очень модно вспоминать Клаузевица, но именно он писал о том, что война это хамелеон с точки зрения используемых средств. Там возможны мутации самые невероятные. И вот мы до этих мутаций добрались. У нас есть соблазн рассматривать все-таки кибервойны с использованием категориального аппарата предыдущих войн. Вот нас же все тянет посмотреть, а кто комбатанты, а кто нет. Когда начало, а когда флаг победы. А какие фронты развернуты, какие силы задействованы. Речь идет, видимо, именно о тех мутациях, я имею в виду о войнах-хамелеонах, когда вообще все не такое, как кажется. Мы имеем дело вообще с принципиально новым феноменом. Но то, что по состоянию на сегодняшний день это пока что еще выглядит как цепь кибердиверсий, это тоже очевидно. Нападение на нефтяные терминалы Ирана, Кувейта, обрушение ядерной программы Ирана с помощью этой диверсии. И вот здесь Елена Сергеевна совершенно согласна в том, что ключевая позиция, которая сбивает столб и ставит серьезный барьер на пути к обсуждению, это анонимность источника. Дальше мы смотрим. В любом случае мы смотрим, а что является объектом заинтересованности. Да, это по всем фактам. Я не буду вообще обсуждать нападения на какие-то эстонские средства массовой информации. Вот это вот, давайте не будем это обсуждать в контексте кибердиверсии и кибервойт. А грузинские это еще запомнили? Да, я с точки зрения забавности это бы и рассматривала. Но если мы говорим о серьезных вещах, тогда это критически важные объекты инфраструктуры, то о чем вы очень четко указываете, это промышленные объекты и это объекты военного назначения. То есть, соответственно, речь идет все-таки о точечном, пока что точечном поражении критически важных инфраструктурных объектов. Это как репетиция пусть рать в Илуховском соборе за несколько дней до выступления в Храме Христа Спасителя. Пока что мы имеем дело с точечными репетициями. Здесь вопрос очень серьезный. Критически важные инфраструктурные объекты. Вот, Касперский нам говорит, да, я не подписал ни одного акта, где было бы указано, что все там гарантировано и нет утечек, проникновений, незащищенностей и дыр. Но неопределенный круг субъектов, это вообще критично для понимания способов борьбы с кибердиверсиями. Неопределенный круг субъектов, нет комбатантов очевидных. И это обстоятельство может наложить серьезный отпечаток на создание юридических или управленческих конструкций борьбы с кибердиверсиями. То, о чем Вы говорите, Владимир Семенович. Я хочу еще, знаете, что сказать? Даже вот настолько сейчас в мире все взаимосвязано, вот эти вот сети накладывают с одной на другую, вот синхронизируются между собой, что нападение на какой-то периферийный объект может вызвать такой эффект домино, когда начинается такой лавинообразный отказ систем. Поэтому, проводя вот этот вот киберакт относительно какого-то одного там небольшого там периферийного там звена вот этой системы, это может... Те же самые нефтяные платформы Ирана, да? Это может повезти вот просто лавину, лавину на нашу Гринпис нападает, видите? Это не кибер-люди, да? Это не кибер-люди. Вот, поэтому... Это роботы лампового поколения, они по старинке действуют. Извините. Нет, значит, я, знаете, еще какую-то проблему хотел поднять. Мы, да, мы делим, мы делим кибер-войну и информационную войну. Но простые способы. Но мы в реальной жизни наблюдаем, что все действует сразу. Идет информационная атака с помощью кибер-пространства, идет диверсионная атака с помощью кибер-оружия, и идет реальные обычные заказные убийства, как мы сейчас видели в Иране, когда грохнули руководители кибер-службы. Да. Как в других странах. Да, регулярно. Да. Это как убийство где-то сорока наших ученых за последние годы. И убийство лидерщиков иранцев. Более сорока ученых у нас в стране убито, руководители программы ПК. Без следа, ни одно не раскрыто преступление. Случайные бытовые. Да, не бытовые. А там даже и ритуальные были. Да, ритуальные. Выглядели как ритуальные, да. Вот. И это все, как мы должны понимать, что используются все виды оружия одновременно. Мы любое выделение условное. Условное, я согласна. Любое выделение условное. Есть центр для комплексирования этих всех точных репетиций, да? А вот не факт, Александр Иванович, насчет наличия единого центра. У меня все-таки есть субъективное ощущение, но оно-то основывается тоже на фактах и на получаемых знаниях, о том, что действуют субъекты разнородные, разноплановые и в целом ряде случаев даже нет совпадающих намерений. Намерения могут быть разнородные. А цели совпадают? И цели могут не совпадать. Они вот по объективной стороне выглядят как совпадающие. Давайте разрушим вот этот объект или идет разрушение вот этого объекта. Или уберем вот этого человека. Или уберем вот этого человека. А цели-то могут и не совпадать. Но, смотрите, в любом случае, как бы мы ни крутили, все войны, вот концептуально, да, мы смотрим на эту тему, и кибервойны в том числе, они в любом случае ориентированы на переформатирование контроля над ресурсами. И в этом контексте я бы говорила прежде всего о ресурсах энергетических. Вот сейчас. По крайней мере, то, как я вижу, развиваются кибердиверсии и качество объектов, на которые они направлены, все-таки кибердиверсии развиваются как операции по установлению или по переформатированию контроля над ресурсами. То есть, местовождение, переработка и транспортировка, да, конечно. Я имею в виду контроль над ресурсами в широком смысле, но не только над местами добычи. Энергосети, да, конечно, речь идет об установлении новых форм контроля. Я думаю, что одновременно такой же при наличии комплексного удара, синергетического удара, такой удар будет наноситься и по финансовой системе, потому что достаточно заблокировать выдачу денег банкоматов, чтобы вызвать социальный коллапс в любом городе крупном. Вот перевели всех на карточки, и вдруг все банкоматы слетели с катушек, и денег нет. И народ выводится на улицу. И народ выводится на улицу. Я думала, что надо пойти и забрать ее. Да, вывод банковской системы вирус, который ломает все переводы, транши. Это же возможно. Возможно. Это же кибератака. Она сейчас, из-за классикации, как мы говорили, она входит в киберпреступление. Вот мы сейчас говорим кибероружие, как военные атаки, диверсионные, информационные атаки на СМИ, на сознание людей. И киберпреступность, когда поражается банковская сеть, оттуда снимаются деньги. Но все будет действовать одномоментно. Это то, что называется многослойный пирог. Вот смотрите. Кстати, вот иранские сабы, когда они делали свою зеленую революцию, не удалось. Когда Ахмеджак, вот они нанесли удар тогда по банковской системе, вывели людей на улицу, информационная атака на сознание, что нужно менять руководство. А потом стали носить удары по кибердиверсии, по объектам. Да вы вспомнили смещение Папы Римского, там вообще такая многоходовка, но один из ее эпизодов это блокирование банковской системы Ватикана в рождественские новогодние праздники. Там ущерб вообще был причинен просто. А вторая информационная атака по педофилам, там все одновременно. Речь идет о слоеном пироге, здесь я соглашусь. Вот в этом смысле, знаете, очень интересно выглядит с этой точки зрения «Война в Сирии». Там много... Аргументируйте. Хорошо. Там достаточно проявилось много новых элементов, ну скажем, новых типов военных действий. Вот смотрите, там люто, остро встала проблема с комбатантами и некомбатантами. Правда? Потому что международные террористические банды по действующему праву вообще никакие некомбатанты. Их вообще в плен брать нельзя. К ним конвенции Красного Креста не применяются. Их не надо брать. Их не надо вообще брать в плен. Их все берут, кстати говоря, да? В Сирии, по счастью, да. Их не особо берут. И правильно делают. Это первый слой. Это как бы первая позиция, да? То, что проявят особенности сирийской компании, да? Новая технология. Международные террористические банды. Да, это тема для отдельного разговора, но тем не менее мы это фиксируем все в связке, раз мы обсуждаем многослойную технологию. Следующее. Это разрушение инфраструктуры. Это самое существенное. Вот когда мы говорим о тех самых пяти кольцах и изменении приоритетов, я сделаю шаг в сторону для, может быть, для пояснения, да? Если в предыдущих войнах речь шла об уничтожении верхушки военные, достаточно вспомнить вот эту вот тоже весьма сомнительную историю Тегеран-43, да? Кто там кого хотел убить и хотел ли вообще, да? И не было ли это большим глифом, хорошим, очень качественным глифом. Идет уничтожение боевой силы противника и так далее. Сегодня, смотрите, стаканчик перевернулся. Достаточно зайти с другого конца, уничтожить инфраструктуру. Зачем проводить наземные операции? Давайте уничтожим инфраструктуру. Есть более простой способ. Этого достаточно. Достаточно изменить смысл. И тогда не надо уничтожать инфраструктуру, она в том, что... Я не считаю, Игорьевич, это более простым способом. Это серьезный способ. Расчистка поля инвестиций. Конечно. Вот. Я и говорю вам об идеальном шторме, да? И в этом смысле кибервойны и кибердиверсии это как раз элемент идеального шторма. Давайте разрушим инфраструктуру. Вот какая идея. А интересантов у этой темы может быть сколько угодно. И когда уже построим. Марина, это... Да, это смысл идеального шторма это в этом и заключается. Вот ураганскую деревню. Да давайте здесь построим там всемизоздачный отель. Да, да, да. Куда еще набор эти ураган? Обратим внимание, здесь нет шторма. Вот то, что ты говоришь, это не шторм. Больше того, это даже не слоеный пирог. Это вот, представь себе, так сказать, вот есть такой минерал, исландский шпат. Он очень многослойный. И свет, когда, так сказать, через него идет, он преломляется очень многократно. Так вот, и здесь получается, что уловить одного какого-то субъекта или даже группу субъектов, которые каждый в своем слое преломляет дальше, так сказать, вот это направление, так сказать, удара и, так сказать, так, скажем, изменяет цели, изменяет намерение нижнего слоя и так далее и тому подобное, очень-очень сложно. Почему? Потому что, действительно, в данном случае, так сказать, некий, так сказать, эпизод на периферии, он вызывает глобальный облом где-то, так сказать, совершенно другом конце. Что ставит под сомнение, в принципе, идею управляемого хаоса. Абсолютно верно, во-первых. В принципе, ставит под сомнение. Во-вторых, еще раз я тебе хотел бы обратить внимание, когда мы говорим вот о такой сверхсложной многослойности, речь идет о том, что это не просто многослойность, это еще разнонаправленные векторы, которые объединены в некую целостную структуру. Понимаешь? И управляются из единой... Вот не надо здесь говорить о управлении в традиционном виде вообще. Здесь нет управления как такового. Поймите правильно. Вот тот же киберметический принцип. Нет здесь единого центра управления. Я все больше склоняюсь к этой мысли. Сбесившаяся система сама организуется? Сама система, она, во-первых, не сбесившаяся. Начнем с того. Система не может сбеситься как таковая, потому что любая сложная система, она не патологична. Она просто сложная система. Гриб это и есть сбесившаяся система. Она сбесившаяся с точки зрения организма, но сама в себе она абсолютно нормальна. Вот в данном случае речь идет о том, что вот эти некие системы, берем, так сказать, компьютерные системы, информационные системы, они сами по себе уже настолько сложны, они не стали себя вести как отдельный субъект, но они стали менять намерения тех персонажей, которые пытаются ими управлять. В итоге мы получаем вот такой кусок исландского шпата, где огромное количество слоев и, так сказать, идет постоянное преломление, так сказать, вот этих оттенков, так сказать, целеполаганий. Ну, так что, положиться на волю Божьей? Да, не управляемый такой какой-то хаос Обождите, здесь вопрос другого. Каждый раз, когда мы сталкиваемся с проявлением сложной системы, вот обратите внимание, любой уровень развития науки приводит к чему? К тому, что мы сталкиваемся с развитием настолько сложным, что мы не можем его понять. И поэтому возникает вопрос, а что, ну, воля Божья, да, универсальное, универсальное объяснение, на все воля Божья, на все ли, в данном случае, это творение рук, в том числе, и социума. Не до телевидения, исландский спак, результат кокса или травы, или тело, я тебе подарил кусочек, сам попробуешь на вкус. Он уже сомневался, у меня есть кусочек, так что я тебе подарю, с собой. Так вот, внесите сюда, внесите. это сложность, результат развития сложных систем. Поэтому, когда мы говорим о том, что можно сейчас управлять, или нельзя сейчас управлять, сейчас мы пытаемся понять на том уровне наших знаний и представлений, которые оказываются ниже уровня развития вот этой самой субъектности. Понимаешь? Соглашусь. Здесь соглашусь. Наши представления находятся ниже фактического уровня развития того феномена, к которому там мы подходим. Да, да, да. Говорит, товарищ Коганович, не надо усложнять. Так. Не надо усложнять. Рецепт я знаю, универсальный рецепт. Нет, 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 не надо усложнять. Владимир Семенович. На самом деле, задачи ставятся так же четко, как они ставились всегда в 20 веке, в 19-21 веке. Есть задача ее решить. Решить с помощью конкретных средств. И какая, какая самая взбесившаяся система и... Конкретная задача... я таких слов не говорил, во-первых. Во-вторых, конкретная задача заключается в чем? Только в одном. В том, чтобы эта система не могла причинить излишнего вреда. Извини меня, она не приносит вреда до тех пор, пока ты не суешь пальцы в розетку. Сунул пальцы в розетку, извини, это твоя проблема. Это не проблема розетки. Если ты не понимаешь, что в розетку вставать пальцы нельзя, извините. Вот как мне рассказывали товарищи израильтяне, стоит проблема, никто их не слушает, что эти на подходе уже изготовления, центрифуги запустили, обогащение идет. Они наносят кибернетический удар, и все к чертову мать прилетит. Кибердиверсия просто классическая. Те в шоке. Мы говорим, вот раз они в шоке, значит, обогащение уже шло. Мы же просто захотели вам доказать просто, что нам нанесен удар. Кстати говоря, когда премьер-министр израилья спрашивали журналисты, а кто вообще мог совершить вот эту ужасную диверсию в отношении нефтяных объектов Ирана, он ушел в киноэстетику и совершенно отчетливо, считаю, честный человек, правда, он говорит, это сделали враги Ирана. Да, враги Ирана. Это враги Ирана сделали, это же очевидно. Нет, ну давайте, как говорится, не путать две разные вещи. То, что касается политического лицемерия, это всегда было и есть. Это на самом деле. Я опять хочу, у нас же очень важная полемика идет. Я все время хочу приземлить к проблемам, потому что мой цинизм не знает границ. Я не верю в то, что технологии дошли до уровня, как они могут решать за людей. Решают люди на своем примитивном местечком уровне, какие бы там места в ложах мировых они не занимают. Ум товарища Сороса или Баффета от обычного лавочника из-под Вильна ничем не отличается. И на таком уровне они решают, какое, значит, применить оружие или как применить. А если применили оружие, а вот этого еще надо застрелить, значит, из, ну как бы, демонстративно, показать, что если оружие не сработает, мы вас и так будем убивать. Вот уровень размышлений. Поэтому я рассматриваю просто технологии как новые способы, новые способы решения постоянно возникающих проблем на одном и том же поле деятельности. И я, значит, я тоже... То есть у Бенни Крика теперь есть компьютер, по сути? Да, у Бенни Крика, а люди, которые управляют мировыми финансами, это и есть Бенни Крики, в прямом смысле слова, которые ничем не отличаются от того, что нам показали в фильме о Мишке-япончике замечательном, они ничем от них не отличаются. Абсолютно. Это те же люди. Но может быть доступом к другому инструментарию. Это те же люди из той же Одессы, из той же Жмиринки, которые теперь живут там в Нью-Йорке, в Силиконовой долине и прочего. И точно так же решают все проблемы. Вот все, что показано в этом фильме, то же самое, только новые средства. Это мой вывод по дискуссии. Я вот абсолютно согласна с Владимиром Семеновичем и считаю, что вот какую совокупность средств использовать для достижения данной цели, вот, собственно, они и решают. Будет ли это там компьютерные технологии, будет ли это там, я не знаю, пистолет, будет ли это что-то. Вот, собственно. Но есть человек, который управляет и который достигает какой-то цель. Давайте тему за землю в рациональном контексте. Давайте все-таки попробуем посмотреть на новые коридоры гипердиверсии, на новые коридоры Илья Сергеевна, что вы, как специалист, видите среди тех направлений, которые, ну, реально будут развиваться. У нас тоже есть соображения к этому поводу, мы поделимся, но все-таки, поскольку у вас основной докладчик, мы адресуемся в начале к вам. Я думаю, что... основные направления. Я думаю, что сейчас, вот, по примеру американцев, каждое государство, которое обладает, там, определенными навыками и имеет какие-то определенные ресурсы, и имеет какие-то определенные цели, оно будет создавать вот эти вот спящие сети. Рубильник, вот, они оставят за собой. Вы говорите об Атнетах сейчас? На сегодняшний случай. Или, на сегодняшний случай? Вы сейчас говорите об Атнетах? Нет, про Атнет-это я не говорю. Так. Их я отношу к категории информационных войн, и про них вообще ничего не говорю. Я говорю о реальном боевом вот кибероружии, вот о том многокомплексном вот продукте, про который я говорила, который может реально... Спящие сети. Да, это так называемые спящие сети. Американцы сказали, что у них инфицировано уже 85 тысяч. И каждое государство в своих интересах будет создавать вот эти вот подобные сети. И в какое-то время X, которое будет необходимым, которое государство определит для себя, что вот оно настало время, пришло, они включат рубильник, все эти сети сработают для какой-то своей определенной цели. Что-то сломать, что-то перехватить, посадить дроны на другую территорию. Мы вот здесь говорим о двух вещах. То есть, либо это уничтожение, либо это перехват управления. Да. Вот, собственно, цели гиперорига. Для перехвата. Цели гиперорига, ну, если совсем грубо, в том числе и две, да? Я думаю, что сейчас, ну, поскольку кибервойна вот по определению она уже идет, я думаю, что вот именно вот в этом направлении будут работать все государства, которые обладают определенными... Управления спящих сетей. Да, развитие, вот развитие, построение этих сетей. Евгений Федорович. То есть, проникновение. Проникновение. Замораживание. Замораживание. Управление забороженного. Это те же самые спящие сети, люди, которые прошли обучение там, ну, да, в исламских учебных заведениях. Это кибер-калуни. Это кибер-калуни. Только на кибер-уруни. Да, только на кибер-уруни. Там ячейки людские, здесь кибер-ячейки. Слушайте, ну, смысл спящих сетей известен там со времен войны в Испании, если мы говорим о новейшей истории. Да, они активизируются в нужный момент и вперед, да? Вот как бы, по счастью, товарищ старый, в свое время, он же нужен спящих сетей. Фигурации, которая активирует в нужное время поведение людей. Не поведение людей, поведение техники. Нет, на разрушение. Это разрушение. Происходит какое-то разрушение. Разрушение материальных объектов. И появляется уже шок людей. Ну, шок в этом, да, в этом смысле, да. Я прошу прощения, вопрос у меня такой. А вот использование ИКАНа, вот вы владеете информацией, юридически, закреплено документами, да? Есть, конечно, юридически, ну, да, есть. Это официально созданная компания. Уругвайская декларация, декларация, так называемая. Уругвайская декларация, где вот эта, она, я могу вам переслать даже. Сейчас новый вариант, новый вариант сейчас обсуждается, она сейчас во всех ведомствах. как раз рассматривается. Давайте вернемся к новым коридорам, к наиболее вероятным коридорам развития кибервойна, кибердиверсии. Скажете что-нибудь, может быть, Игорь Михайлович? Да нет, ну вот мне просто было интересно понять функции назначения ИКАН. Я так в общих чертах представляю, потому что это же, если мы говорим, скажем, о кибероружии, это использование во всем мире одного единого пространства, как мы, как нам видится, как мы его представляем. Потому что, скажем, если спуститься до такой простой вещи, из чего он состоит, совсем вниз опуститься, то, опять же, структуру пакетов, пересылки, информации, она разрабатывалась, просто я как бы в свое время этим вещами занимался, она по очень простой схеме была устроена. американцы разрабатывают. И наши, когда смотрели, собственно говоря, то есть это вот добавление, добавление информации, пакеты потом росли, 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 росли. Это даже не лего, это просто вот, грубо говоря, как ребенок, вот кубики строит, добавляет, а вот у нас столько-то появилась информация, ну, давайте еще достроим, давайте еще достроим. То есть, получается, что это на каком-то совсем простом уровне внизу было организовано. Вот. Соответственно, идет привязка, вот я почему спрашиваю, идет же привязка на разрешение на использование, опять же, насколько я понимаю, вот информационных, вот IP-адресов, да, распределения по государству. Просто хотелось бы понять на, скажем, национальном уровне, как это можно в наших интересах развернуть. Почему мы не можем вот эти вещи... Десистематизировать? Переформатировать? Да. Вы говорите сейчас о цифровом суверенитете? Совершенно верно. Ну, вот сейчас последний ряд деклараций, они как раз и пытаются о цифровом суверенитете говорить. А возможно это? Потому что... Но цифровой суверенитет возможно? Это во-первых. Во-вторых, насколько я, опять же, в курсе... Технически нет. По-моему, сейчас нет. По-моему, сейчас нет, пока не возможно. Опять же, самое важное, вот здесь, насколько я, опять же, знаю, Китай сразу же перешел на разработку и сейчас, видимо, уже использует своей собственной операционной системы. Да, конечно, конечно. Основа фундамента. Собственная операционная система, вот основа. Потому что в зависимости... Никто же опять не скажет. Вот недавно я был на Инфоберег. Проблемы информационной безопасности обсуждают. Опять же, был такой разговор о том, что Майкрософт предоставила исходные коды операционной системы. Но дело в том, что что рассматривать... Вот, да, специалисты посмотрели, вроде бы, но это настолько огромная среда и настолько туда можно много внутрь при наличии хорошего программиста упрятать, и это не найдется. Конечно... И никакие коды не помогут. Соответственно, мы сидим на этом, и то, о чем мы говорили, вот использование вот этих вещей, и каких-то, может быть, вполне возможных, официально установленных. Вы хотите сказать, что все-таки еще один коридор кибердиверсии, он очень четко связан с происхождением массово применяемых операционных систем? Конечно. У них есть производитель... Безусловно. У них есть... Который контролирует, который обновления упускает регулярно. Субъект контроля, да? Да. Обновления эти, опять же, используют тот же интернет. А вот эти облачные вычисления, вас они не пугают с точки зрения новых коридоров для кибердиверсии? Это нет, это только технология. Это технология, это технология запредельно важная. Да, но я хочу сказать, что как раз вот это использование облачных вычислений, использование вот этих облачных технологий, это как раз вот еще увеличивает риски, потому что... Совершенно. Смотрите, я всегда что-то вообще нового. Нету за информационную безопасность. Вот все эти цепочки, да, от пользователя до облака, оно делится как минимум там на три сегмента. Первое, это безопасность облака, которую, собственно, его хозяева контролируют. Второе, безопасность сегмент, это вот пользовательский. И третье, это хостер. И когда вот эта безопасность не контролируется всем, то есть она не единая, а разбита на сегменты, то обязательно появляются какие-то слепые пятна. То есть эти те уязвимости, которые можно использовать. Слушайте, как я... Один маленький момент для иллюстрации. Вы в курсе, что, господин Греф перевел, так сказать, все вычисления Сбербанка в облако? Наши идиоты хотят Я что-то пропустила, я этого не знала. Вот ты поинтересуйся. Все... Ну и все, Сбербанк обрушить, тогда просто это вот так? Элементарно, конечно. Ну я правильно понимаю? Потому что, смотрите, Евгений Алексеевич, когда мы обсуждали вот на самом деле проблему обеспечения безопасности энергокоридоров, ну нефть и газопроводов, да, и там был целый каскад встреч с европейскими коллегами, которые работают в сфере безопасности, в структурах безопасности конкретных энергокомпаний, да, вот все сходились на том, что на самом деле можно изловчиться, выпрыгнуть из штанов и обеспечить безопасность на какой-то суверенной территории, трубы, да, но даже тогда европейцы говорили на стыке, я не могу гарантировать безопасность, то есть даже вообще в отработанных системах, я имею в виду транспортных, ну это одна из транспортных систем, это классические, там старые, очень технологически обеспеченные системы, да, и тут там существуют уязвимости, а если мы говорим об облачных вычислениях, да, где сбой произойдет даже не на стыке, а прямо в базовом звене, одном из трех, а может быть в трех из трех, а что может быть? Ну тогда это просто поляна для гибриджей, облачные вычисления, так их для этого и придумали, конечно, конечно, собственно, ставьте у себя железо, нанимайте людей, которые будут обслуживать, да, и вот оно будет только ваше, и все, тут же речь идет об экономичности бизнеса, да, давайте сэкономим, и пусть нам вычисления вот там делает, да, и вот мы будем считать, что у них там все обеспечено, а там нифига ничего не обеспечено, там все открыто, не, просто у вас есть, да, так нет, мы с этим, мы считаем, что для этого и была создана облачная технология, чтобы вообще облегчить диверсионные деятельности в этой сфере, но что касается, ну а что касается, то вообще речь не может идти об облачных вычислениях, правильно? Да, если речь идет о сферах национальной или военной безопасности, каких облачных вычислениях Но она же не стоит в концепции экзабилия. Она стоит в концепции, и один из вариантов, я вам уже сказал, это не предательство, это хуже, это ошибка. Что значит обрушение Сбербанка? Вот представьте себе, это основная платежная система страны. Да, уже если мы говорим о том, что один банк, крупнейший банк нашей страны, самый крупный, государственный банк, переведен на облачные, так сказать, структуры, это значит, мы практически не контролируем финансовую систему нашу. Ее можно, мы контролируем ее парализовать. Мы зашли в поле угроз, просто очень высокого коэффициента. В выступе президента скажет, все, дорогие плачки Сбербанка, берите свои денежки назад, вот и все, он что будет, как не контролирует? Никакой угол, что, наверное, не помешает. Я шучу, утрею. Нет, это прям очень жестко, я шутка, Александр, Бигдейты, насколько это связано вообще с киберой возможности? Бигдейты, да. Ну, на самом деле, я считаю, что у нас их просто нету, мы просто их пока, нам тут с этой стороны ничего не прозит, нечего опасаться, у нас их просто нет. У нас есть бумажные книги запись актов гражданского состояния, и кроме мормонов, никто ими особо не интересуется. У нас не только есть, вы придите к нотариусу, там сидит девочка и в какие-то грозбухи пишет. Вот и я про это. То есть это гарантия нашей безопасности, да? Ну, и свидетельство нашего отставания, некоторого. Ну, Лена Сергеевна на самом начале сказала, да, что вот как бы там племена Амазонии переживут кибер-войну. Я всегда вспоминаю старый советский анекдот, когда началась ядерная война между Советским Союзом и Соединенными Штатами, и Брежневу докладывают, что все, надо сдаваться, потому что у американцев есть еще одна баллистическая ракета, а мы все израсходовали. И, чтобы совсем все не уничтожили, то нужно позвонить, остановиться и уже договариваться, как там, делитесь. И Брежнев уже берет трубку, в это время звонит красный телефон, он берет трубку, кто это? Это командир ядерной подводной лодки, там, комсомолец 48. А кто ты, где ты? А вот понимаете, я твич, мы тут день рождения было, мы с ребятами пили три дня. У меня вот, я услышал, тут что-то началось, у меня полный боекомплект, пять баллистических ракет, все там есть, можем нанести удар. Он берет трубку, Грэйган, ты все слышал? Слышал, пока мы живем в такой стране, мы непобедимы. Поэтому, вот пока у нас такой бардак, нас одна может тоже и защищает. на самом деле, вернемся к коридорам. А вы скажите мне, вы же имеете мнение, скажите. Да, конечно. Ну, во-первых, я разделяю соображения участников дискуссии по поводу новых коридоров, но тем не менее, я считаю, что ботнеты это новый самостоятельный коридор. И к нему есть очень осторожное внимание. Вот смотрите, ботнеты чем хороши? Их можно перекупить и обеспечить перехват управления ботнетами, да? Ну, я очень грубо говорю, как, где мне взять вот этот лазурит, о котором вы говорили, да? Купить, взять, украсть, снять с убитого, там вариантов-то вообще много, да? Ну, выпросить у вас, наконец-то. Я подарю. И если мы говорим, например, о ботнетах, то я считаю, что недооценены возможности этого феномена технологического. А еще раз скажите тогда, что вы имеете под ботнет? Вот давайте определим. Его можно все-таки использовать в разных целях, в гораздо более широких, не только для информационной ботнет. Что такое ботнет? Если мы говорим о зараженной сети компьютеров, о зараженной, да? И там, где мы говорим о спящих вирусах, которые могут быть активированы, и когда владелец вот этого планшета, да, он не сном, не духом о том, что его гаджет используется как элемент большей сети. Он просто об этом не знает. Но, насколько я понимаю, там не менее двух третий, компьютеров в мире потенциально, по экспертным оценкам, могут быть заражены. Я вот совершенно, например, не уверена, что гаджет Александра Ивановича через три года не выстрелит в кибервойне. А вот он станет комбатантом боевой единицей, да он об этом и знать не будет. Нет, проблема Ботнет в кибервойне. Через три года у него не будет нового ботнет. Марина, поясни, что ты понимаешь? Что такое Ботнет? Ботнет это все-таки совокупность зараженных компьютеров, которые уже встроены, программы, которые могут быть использованы, помимо сознания их владельцев, в совершенно других целях. Цели полагания могут быть разнообразными. Тогда я тебя порадую, что ни одного компьютера, который на операционной системе андроид, нет незараженного. Ты читала, ты хотя бы раз читала, при обновлении, тебе выскакивает тут же, для того, чтобы обновить систему, вы должны... Не преувеличивайте моим собственные возможности. Я всегда это поручаю людям, которые точно... Что я доказал, они сейчас будут делать, да. Понятно. А дальше ты принимаешь решение, на металлургах. И есть еще одно направление серьезное, которое касается, в общем, скажем, гибридных технологий. Мы несколько лет назад очень активно обсуждали вопрос о частных военных компаниях. Делается это совершенно очевидно. Это военная технология, она хороша, потому что ЧВК всегда находится в теневой структуре, нет никаких международных нормативных актов, которые регламентируют их деятельность. Поэтому с юридической точки зрения они опять же сегодня не комбатанты. Они могут делать, могут выполнять самые разнообразные функции и не только менять памперсы, войскам, которые стоят в Иране и в Ираке, они могут выполнять функции сопровождения допроса военнопленных, а Бугрейп, она полностью находится под частными военными компаниями, это прекрасно знаем. И есть уже доступ не только к разминированию полей в Анголе, там еще где-нибудь, есть функции управления военными системами, наведения огня. То есть, это как бы функции частных военных компаний постоянно расширяются. Ну, беспилотниками они управляются. Конечно, я говорю, с системами наведения огня, в том числе беспилотниками, да, это делают ЧВК, которые вообще по закону не комбатанты. А вот теперь представьте, да, любая частная военная компания обладает, серьезная компания сегодня уже обладает ресурсом и готова на себя замкнуть функцию. Ну, это будет названо противодействие кибервойнам. На самом деле, это активное участие в кибервойнах. Мы же все понимаем, что ЧВК это разновидность спецназов. Да. Опять же, ЧВК, которые сейчас в Афганистане меняют... Просто теневые. Это теневые спецназы. Да они теневые, не вы. Они заявили, что они меняют войска коалиции в Афганистане, вводят туда ЧВК, но те же спецназы и те же Соединенных Штатов Америки. Ну, какой это ЧВК? Я имею в виду... Состав, наемники отличаются и статус. Я имею в виду, что разные нашествки поменяют. Нашествки они применяют обязательно. Ну, мы бронетехнику даже оставим. Конечно. И все оставляют. ЧВК получают все. И если частные военные компании увлекаются, например, кибердиверсиями, то тогда они вдвойне в тени. То есть тогда это вообще просто серо-черное поле. Ну, невозможно сходить. Ну, усложняет все. А, мы вернемся к Бенни Кликову. Ну, ЧВК, это все то же самое. Сидят в военной форме в Соединенных Штатах, НАТО, формы снимают, одевают другие комбинезоны. Это те же люди. Это те же люди. А ими управляют. Те же люди. Это никакая не новая структура. Это не новая структура. Я говорю о новых возможностях ухода в тень. Зафиксировать. Государство, почему поддерживает вот эти частные военные компании? Да, частные военные компании воюют, я ни при чем. Государство тогда не субъект агрессии. Нет возможности нарваться на... Ирина Сергеевна так, конечно, запалила дискуссией. Мы вовлекли в нее массу смертных вопросов. А потом замолчали. Я предлагаю сделать нам таковку. Я не имею в виду в ЧВК совершенно. В часовой стрелке завершающий, условно говоря, раунд осуждений. И напомню, начнем с Игоря Юрьевича. Напомню, что у нас была тема кибербойна в кризисном противоборстве. То есть мы ни разу слово кризис вообще не упомянули. Мы упоминали ресурсы постоянно, а это уже... Вот, соответственно, на эту тему, то есть фактически статус кибервозможностей в том кризисе, который, возможно, есть в мире, а может, нет его, и в-третьих, и в-третьих, противоборством. То есть хотя бы пролить свет в заключающих выводах, а кто, собственно, выриводится. Мы понимаем, что это некие анонимные силы, государственные там, в общем, что-то такое сложилось. То есть непонятная субъектная точка зрения. А может, оно понятно. То есть вот, чтобы не забыли в выводах, эти три темы. Статус кибервойн, кризис, что такое кризис в современной, и в-третьих, кто, собственно говоря, с кем противоборствует, за что. Ну, такие простые вопросы. Гамлеттлского пошива. Посвящаются мини-крипу, да? Григорьевич, пожалуйста. Очень рад, что, так сказать, как бы первоначально было четко дано определение, что такое, так сказать, кибервойн, такой информационный войн. Правда, потом мы пришли к выводу о том, что, так сказать, рассматривать их отдельно, может, так же, как рассматривать отдельно пистолеты, патроны, да, так сказать. Это разные вещи, но, так сказать, работают они обязательно вместе. Так сказать, кибервойн – одна из разновидностей современных методов венедия войны, которая наиболее адекватно отвечает задачам, так сказать, сохранения ресурсов при, так сказать, нанесении всех видов поражений. Вот так я бы сформулировал. Главная задача – это сохранение ресурсов. Как основная цель войны – захват ресурсов. Вот кибервойны позволяют захватить ресурсы и сохранить их. Так сказать, что-то будет разрушено, что-то не будет разрушено. Почему сейчас это гиперактуально? Потому что современный кризис, кризис, есть кризис глобальный, он касается, так сказать, всех сторон жизни без исключения, и он связан с качественно новым этапом вообще развития человеческой цивилизации, связанной с тем, что, так сказать, капитализм, как вот одна из форм, дошел до, так сказать, полного своего, так сказать, потолка, и дальше нужно что-то другое. Вот это что-то другое, пока непонятно, что это должно быть. Никому непонятно. Но, так сказать, как всегда бывает в ситуации, когда что-то непонятно, первым делом начинается дележка того, что известно. Поэтому сейчас мы сталкиваемся с тем, что идет, так сказать, новый глобальный передел мира. И в экономической, в политической, в социокультурной, в области контроля над ресурсами. И здесь активно начинают использоваться вот эти новые виды вооружения. Дальнейшая перспектива, и, собственно говоря, кто субъекты. Вот я хотел бы, так сказать, акцентировать на то, что, так сказать, в данном случае субъектов слишком много, чтобы говорить о каком-то отдельном субъекте. Тем более, так сказать, о какой-то группе субъектов, которая является доминантной. Дело в том, что вот эти виды, новые виды, так сказать, оружия, и прежде всего, кибернетическое, организационное, так сказать, информационное оружие, они предполагают, так сказать, мета-уровень воздействия. И поэтому, так сказать, всегда в одной акции, допустим, применения организационного, кибернетического, информационного оружия решаются задачи очень многих субъектов. Самый примитивный пример, так сказать, тот же самый Берелевский рынок. Сколько здесь субъектов решили свою задачу? И сколько еще будет решено задач под маркой того, что решается проблема Берелевского рынка? Вот в качестве просто одного из примеров. Но подобного рода, так сказать, задачи сейчас решаются во всем мире. И именно поэтому вычленить отдельного, так сказать, как бы персонажа можно только с одной точки зрения. Если он нам почему-то интересен, этот персонаж, и мы можем тогда эту цепочку, допустим, проследить. И можем на него воздействовать вплоть до летального, так сказать, исхода. А еще раз повторяю, выделить доминантных игроков, доминантных руководителей, так сказать, применения данных видов оружия, мне кажется, это будет очень глубокой ошибкой. Потому что здесь начинает сразу срабатывать, так сказать, семантический эффект. У меня все. Спасибо, Игорь Ильич. Я буквально два слова. Значит, насколько я понимаю... Путрию сюжетом, конечно. Да, да, конечно. Буквально два слова. Насколько я понимаю, кибероружие это все-таки оружие, наверное, профессионалов. Потому что такие частные моменты, как, я не знаю, там, кража денег с карточки, там, куда-то перевод, это один момент. Вот, это совсем другой уровень. А использование, вот, скажем, таких вещей, о которых Елена Сергеевна говорила, немножко другой уровень. Создание этих, собственно говоря, вот такого рода информ... Ну, софта или как кибервирусы, вот можно так, наверное, сказать. Это, наверное, задача все-таки не частников и не задача, а она решается на другом уровне, на уровне государства и, соответственно, преследуют, наверное, те же спящие сети, они преследуют все-таки интересы государственного масштаба. Да, на уровень вынесения, скажем, ну, не дай бог, в реальные какие-то боевые действия, если это учитывается. Вот. А в плане противодействия, я не знаю, это, может быть, как-то наивно прозвучит, но если бы у нас существовал свой национальный центр, его можно как-нибудь назвать там национальный центр интернет-технологий, грубо говоря, который бы отслеживал, в принципе, вот, на себе аккумулировал и возглавлялся, скажем, профессионалами, то тут можно было реально уже каким-то образом на ситуацию, наверное, повоздействовать. Но об этом надо думать и подрешать этот момент. Ваши видни кибероружие, кризисы и противоборства. Я подтверждаю ранее высказанное соображение о том, что кибердиверсии как элемент кибервойны следует рассматривать только как средство текущих операций по установлению контроля над ресурсами или переустановлению контроля в условиях кризиса. Это принципиально важно понимать. Это достаточно надежный, быстрый способ установления контроля над ресурсами, который не потребует наземных операций и введения войск на территории другого государства. Это как бы затратно, избыточно и так далее. Кибердиверсии вполне могут эту задачу решать. И, собственно говоря, это указывает характер поражаемых объектов, тот, который мы рассмотрели, и который мы видим. Кибердиверсии, да, имеют множественный субъект. И сегодня мы наблюдаем попытки государства установить контроль как над субъектами, так и над технологиями. Почему попытки? Потому что частный сектор ушел далеко вперед по сравнению с государственными структурами. В этом смысле, я полагаю, у меня есть такие предчувствия, я считаю, что это правильно будет и хорошо, когда субъектом государственного контроля над другими участниками этого забега будет военное ведомство. По крайней мере, по этому пути пошел Китай, и, как я понимаю, именно такая постановка вопроса дала эффективность. Другое дело, что Народная освободительная армия Китая активно к этой теме подтягивает хакеров, и речь идет о том, что министр обороны Шойгу назвал, достаточно осторожно назвал, интеллектуальные роты, научные роты, но по этому пути пошла уже давно. Если мы говорим о пяти тысячах вольнолюбивых хакеров, я вас уверяю, это вполне пассионарная группа людей, большая, большая, пассионарная, да, и если министерство обороны, например, Российской Федерации пойдет по этому пути, то это будет правильно, но сегодня это выглядит как попытка. К сожалению, возможности спецслужб просто недостаточно, ну, просто технологически недостаточно для решения задачи, которая приобрела вот такой масштаб. Справиться с этим может только военное ведомство, это объективно, и если это будет решаться в этом ключе, я буду считать, что это правильно. Другое дело, что это, может быть, не всем нравится, но мне нравится. Мне нравится, определенно. И что касается правовой оболочки, по состоянию на сегодняшний день консенсус международный по поводу кибердиверсии и кибервойн даже на терминологическом уровне невозможен. Производить невозможен консенсус ровно по той же причине, почему невозможно до сих пор добиться международного понятия терроризма. Слишком разные интересы у субъектов этих международных глобальных договоренностей. Банальные вещи я произнесу. Израиль и Палестина не договорятся между собой о понятии терроризма. Иран может быть не договориться еще с кем-то. И так далее. Всегда будут как минимум дуальные противостояния, которые не позволят обеспечить полный консенсус. Кибердиверсии и кибервойны являются инструментом переустановления контроля над мировыми ресурсами в условиях кризиса, поэтому консенсус сегодня невозможен. Да, я допускаю, что можно придать правовую оболочку, но эта правовая оболочка, она может быть только конгруентно новому устройству мира. Но это вот ровно то, о чем я говорю. Международное военное право было создано по результатам Второй мировой войны. Международное военное право, которое будет распространяться на кибервойны, кибердиверсии, может быть создано не ранее того, как будет объявлено вот о таком переформатировании. Экономическом, конечно же, прежде всего. Вашу видение. Что касается понятий кибератак, кибероружия, кибервойны, то у нас никаких нет разногласий, Сергей. По первому вопросу разногласий идут. Что касается кризиса, я считаю, что кибератаки условно можно уделить на первичные и вторичные. Первичные кибератаки осуществляются теми же, кто моделирует кризис. Потому что мое глубокое убеждение заключается в том, что кризис имеет объективные черты, ну, как Кондратевские волны. Но он каждый раз возник в 2008 году и сейчас вот новая волна вносит рукотворный характер. Осуществляется определенными группами влияний, которые таким путем держат так называемый мировой порядок, прежде всего порядок мировой финансовый. Можно считать, что они зарабатывают на этом деньги, можно считать, что они достигают некого консенсуса, не давая другим валютам, потокам распространяться. но это и для этого они применяют кибероружие. Это первичное. Вторичное осуществляют те, кто этому пытается сопротивляться. Вторичное кибератаке. Китай, Россия. Да, Китай, Россия. Это уже киберреакция. Страны Евросоюза. При таком всплеске возможностей кибератак и вот то, что Сноудом скрыл, и то, что появляется вокруг этого информации, то, что мы являемся свидетелем по Ирану, по Сирии, по Ливии, мы все равно еще находимся только у подножия того, что ожидает. Главное, что я уже говорил и считаю, что создание квантового компьютера, расширение вероятности квантовых вычислений, на котором сейчас основные мы математические, прежде всего в Соединенных Штатах работаем, потому что из России все туда вытянуты, это решает вероятность, вероятность вычислений не имеет конца, но они позволяют решать быстро огромное количество проблем, и кварцевая память может эти проблемы укладывать в единое хранилище. Квантовое вычисление позволяет дешифровать огромные потоки информации, которые полностью Система криптографии вообще может обнулиться. Она уже обнулилась, уже при существующих вероятностях системах криптографии не имеет смысла. Если нет криптографии, нет защищенности ничего. Я и говорю, что мы стоим у подножия того, что ожидает, кто будет обладать наиболее мощными системой. Квантовые вычисления вероятность не могут осуществляться группой одного, двух, трех. Там при наличии нужно тысячи программистов, управляемыми мощными математическими мозгами. Один человек это сделать не может. Машина пока, подключаются машины, люди. Это очень мощная структура, над которыми, опять же, у нас сейчас над этим не работают. Потому что у нас некому, у нас Академию наук разрушили, у нас разрушаются. А это все может решаться только вот в большой континентальной налоге. сказать, что Бог опять на стороне больших батальонов? Дело в том, что у нас есть большие батальоны. Мы говорим о той реальности, которая наступает. Поэтому мы... А почему ты считаешь, что это Бог? Мы в преддверии... Доварищ Наполеон сказал. Нет, если же возвращаться к тому, что такое цифровая война, цифровое общество, то просто это реализация основных принципов Каббалы. И больше тут ничего придумать не надо. Ну а что? Каббалы это теория цифр. Они все запрограммированы. Ну и все. Потому что если мы берем Рона Оберта Виннера, создателя кибернетик, он вырос в семье каббалистов. Если мы берем нашего друга Сталина, великого Мессинг, он вырос в семье каббалистов. Все, кто работал с прошлым, будущим, с цифрой, они все выросли оттуда. Это каббалистическое, это приоткрыто только вот так, верхняя оболочка. Нострадамус это просто из семи каббалистов воспитан. Владимир Семенович, что Вы предлагаете? Положиться на волю Божью? Не волю Я имею в виду христианского Бога? Надо работать над всеми этими направлениями. Квантовые вычисления, квантовые память, восстанавливать Академию наук. Я не говорю о том, что прошлая система была идеальной. Может, хорошо, что ее разрушили, потому что там сборище было тоже довольно сильное. Бездельников, воров, проходимцев и негодяев. По-другому их назвать не могу, больше мази. И поэтому многие вещи нужно будет восстанавливать, развивать и понимать, что мы вот так вот приоткрываем, а там такое, что мы будем еще к этому подходить. Год назад мы еще эти проблемы не обсуждали. Мы не обсуждали эти проблемы. Еще год назад. Нам товарищ Сноуден помог, значит, как-то взорвал и дал возможность дальше двигаться. Познакомиться. В том числе. И дальше, да. И дальше двигаться. Поэтому будем считать, что у нас сегодня начало целой цепочки обсуждений. Я хочу еще сказать про современный мир. Сейчас слишком много в мире происходит различных конфликтов. соответственно, смотрите, практически в любой точке мира, в любое государство происходят какие-то конфликты военные, политические. И становится все больше обиженных людей. Если раньше обижали об основном слабых, то сейчас обиженность есть и среди сильных. ресурсов меньше стало, они уже стали друг другу обижать. И несмотря на какие-то договоренности по результатам конфликтов, какое-то чувство мести имеет место быть. То есть накапливаются риски. И чем больше этих рисков, тем больше вероятность развязывания этой активной фазы кибервойны. и это может произойти, то есть вот эти серьезные риски накапливаются и может произойти развязывание войны спустя месяца спустя или даже какой-то кибероперации чисто такого из характера мести. То есть это еще одно обстоятельство, которое мы может быть здесь не осветили. Возмездие как и идеологи ему никто не отменял. Это как раз очень психологически это то, что связано с современным миром, то, что связано с конфликтами. Ну вот наверное вот это я только хотела. Господи, Вернер Браунов не реализовал. Вернер Браунов как дальше? Я напомню его важную фразу о том, что мы, он говорил в 60-е годы, сейчас боимся русских, но это скоро пройдет. И мы начнем бояться мусульман, с нами и так далее. Я инопланетяне нарисовались фактически в виде не просто кибер атака, а киборгов. По сути киборги это такие человекоподобные существа, они могут быть программные и так далее. То есть это новая фаза развития человечества. Мы просто в нее сходу сейчас входим. виртуальные пока но очень скоро нарисуется пока лучистые человечества появятся сначала нарисуются такие фактически жизнеподобные существа. Это первая тема. Мне кажется то, что у нас получала тема множественности разных совершенно сил, которые все это провоцируют. Вам и жрисландский шпаг давал. То, что сейчас людей реально стало больше, действительно количество обид прогрессируется в степени накапливается. Нам обид сто лет назад век. А людей было тогда чуть-чуть меньше, чем сейчас. А пиды накопить нестачайше. Не случайно во всех докладах ВОЗ, в частности, Всемирный банк, там идут рядом три проблемы. Откуда генерируются риски? Риск вмешательства идиотов в работу сложных систем, а кибер просто стала сложной системой. Во-вторых, это, конечно, социальная справедливость, которая просто идет на разрыв не только верхний дециль и нижний. Но внутри каждого диапазона имущества, богатства, власти самых разных критерий возникают всевозможные взрывные источники. Вот эта зловещая обида и зловещая радость это все ведь еще эмоции, которые стимулируют поведение. И отсюда отдельные явления, когда какой-нибудь милиционер или еще полицейский просто идет в супермаркет и стреляет, вот такого же рода разного рода хакеры могут тоже появиться, потому что действительно стаи расшельняются, случайные триггеры откуда угодно появиться, но понятно, что если еще есть рамочные стратегии, рамочные коридоры, то от них тоже может генерироваться. Мне кажется замечательно, что мы наткнулись с обедью критом, это существенно очень методологически я бы еще вспомнил такую вещь, как и господина Раскольника, то есть фактически можем столкнуться с ситуацией, когда просто у Раскольников будет не топор современного, а что-то такое кибернетическое. И еще важную вещь отмечу, мы можем нашу систему управления оценить как либо коллапсирующую, либо как просто двумерную. То есть она по количеству измерений и подходов она два измерения втискивается. В то время как, например, те же Соединенные Штаты ушли даже за пределами трехмерных систем. Они формуют платформы управления, которые находятся в глубине всех управляющих структур. Они идут дальше, они управляют потенциалами, а это уже нмерная система управления. То есть это вообще даже невидимые вещи, мы можем это видеть достаточно практически вещах, работает счетная палата, как работает Минфин, как работает Дума, а собственно как работает администрация президента, они вообще в разных измерениях существуют, а система кто-то благодаря возможностям скорости, осмысления скорости выбрасывания разных упорцев просто переезжает на поколение. И так же работают сейчас в финансовой рынке. Мы не можем найти того же Сороса или Баффета, что он сидит и управляет. Но мы можем обнаружить, что частотность колебаний рынков стала выигрывать тот, кто способен планировать хотя бы на месяц вперед. И тогда он может проводить серьезные финансовые операции. И наверное последнее. Почему-то у меня вспоминается тема раскола. Раскола. Всего-то навсего это было несколько веков назад у нас. И вот есть момент в истории раскола, когда беседует уже опальный патриарх бывший, хотя не сложивший себя этой миссии, Никон с одним Соломоном. И Соломон так это что же делать-то? Кто был неправ? Алексей Михайлович, кто сам Никон, кто не отбыло? А вакуума так стойкого в вере. Это это разорто надолго коннитель надолго вся до страшного суда. До страшного суда. Я бы хотел это оставить как наш такой оптиметический выбор. Собственно мы действительно впадаем в эту кибер коннитель надолго. Поэтому интересно жить. Потому что страна такая в любом случае развиваться всем самореализовываться и так далее. И случится то же самое как гарантия терминальных исходов. Поэтому мне кажется очень оптимистично поговорили. Во время всех огромного кибернетического здоровья и устойчивости. терминальных и устойчивости. Продолжение следует... Продолжение следует...